Привет, ребята! Это итоговое видео по поездке в Лос-Анджелес. В этом видео я хотел бы сравнить три города Сан-Диего, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. На мой взгляд, по количеству туристических достопримечательностей, Лос-Анджелес, безусловно, стоит на первом месте. Наиболее такие две аттракшнс или две достопримечательности, которые я бы здесь советовал посмотреть. Руниан Каньон Парк я бы поставил на первое место, как на мой вкус. Венис Бич, на мой взгляд, на втором месте. На третьем месте Гриффин Парк и на обсерваторе, где наилучший вид на Холливуд Сайн. Также Лейк Холливуд Парк, это такой небольшой парк, и там отличный вид на Холливуд Сайн тоже. Ну и Даунхаун, тоже довольно хорошее место. Также, если у вас будет время, посетите Санта-Монику. Но там особо смотреть нечего, просто как бы пляж и пир с небольшим количеством ресторанов и магазинов. И пару старых аттракционов, в принципе, на которых особо кататься не стоит. На втором месте по зрелищности я бы поставил Сан-Франциско. И что посмотреть, я бы подсоветовал Сан-Франциско. Это, безусловно, Аль-Катрас. На меня он произвел наибольшее впечатление. Там такая атмосфера интересная. Это бывшая федеральная тюрьма строгого режима. И вы можете смотреть, как жили эти заключенные. Походить по среде обитания, по клеткам, где они сидели. И также в душе, где они мылись, вы можете тоже побывать. И также в их столовой. И вы чувствуете всю сырость этого города. Там такой климат интересный. Вы чувствуете всю сырость от океана. Такой холодный бриз с северной Калифорнии. И вы видите, как на ладони весь Сан-Франциско. И, в принципе, вы чувствуете, что чувствовали эти заключенные, когда они были в этой тюрьме. И смотрели на этот большой город. Слышали его звуки. Но никак не могли его выбраться. Также там довольно интересная история побега. Которая до сих пор дискутируется. Удалось ли там трем заключенным сбежать. Или они погибли в океане. Потому что Тихий океан, он очень холодный. Особенно в северной Калифорнии. И это до сих пор дебаты. Удалось им сбежать или нет. На втором месте я бы поставил по зрелищности Саусалита. Это такая небольшая итальянская деревня. Очень красивая. И с хорошим видом на Сан-Франциско тоже. Я бы советовал там побывать. На третьем месте я бы поставил пир 39. 39-й пирс. Там много очень тоже ресторанов, магазинов. На берегу океана. Вы можете посмотреть, посидеть там в магазине. Вы можете там посидеть в ресторане. И насладиться видом на бухту. И также видно с этого пира Остера в Алькатрас. Довольно красиво. Сан-Диего. Сан-Диего на первом месте по зрелищности я бы поставил Лахоя парк, где можно пообщаться с морскими котиками. Посмотреть на серферов. Также очень красивый закат. На втором месте небольшой островок, который называется Каранада. И на третьем месте это Даунтаун. В частности, я бы советовал сходить на 5-ю Эвеню и просто пройтись по этим улицам. Теперь по месту, где лучше всего жить. По месту, где лучше всего жить, я бы поставил на первом месте Сан-Диего. Потому что более-менее приемлемый трафик, не так много пробок, как в других городах. Тепло, более-менее теплый океан, насколько он может быть теплый в Калифорнии. И, как мне показалось, такое более дружелюбное население. На втором месте, где бы я хотел жить, если бы я вообще хотел, допустим, переехать в Калифорнию, это, скорее всего, Сан-Франциско. Хотя город дорогой, но с довольно красивыми пейзажами, проще найти работу и, опять же, довольно дружелюбное население. И на последнем месте я бы поставил Лос-Анджелес. Лос-Анджелес однозначно город, в котором я не хотел бы жить. Довольно грязный, множество бездомных, много попрошаек, которые пристают на улице, пытаются что-то продать, выклинчить деньги. И довольно сильный трафик, довольно сложно передвигаться и очень плохо развито паблик транспортейшн. Кстати, в Сан-Франциско есть паблик транспортейшн, которая развита лучше, чем в Лос-Анджелесе. Вот. Так что вот так, ребята. Подписывайтесь на канал.